всем привет меня зовут виктория добро пожаловать на мой канал у нас сегодня небольшой праздник приехали наши любимые дорогие друзья и я по этому поводу решила приготовить малиновый тарт очень интересный рецепт я его позаимствовала у одного французского шефа повара очень известного во франции оставайтесь со мной если я вам заинтересовала для приготовления теста нам понадобится сливочное масло сахарная пудра одно яйцо мука и щепотка соли полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео масло должно быть очень мягким разминаем немного масла добавляем масло сахарную пудру и хорошо перетираем все это можно делать простой ложкой венчиком либо лопаткой добавляю одно яйцо и продолжаю перемешивать в муку добавляю щепотку соли перемешиваю и добавляю в масляное яично сахарную смесь хорошо перемешиваю силиконовой лопаткой это очень удобно делать силиконовой лопаткой когда тесто собралось в комок его уже можно перекладывать на пищевую пленку преимущество в приготовлении этого теста в том что долго его вымешивать не нужно собрали тесто в колобок и затем я формирую его в такую лепешечку чтобы потом нам было легче его раскатывать заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на два часа а лучше на ночь если вы делаете заранее два часа прошло разворачиваю тесто переложила его на пергаментную бумагу немного присыпаю его мукой раскатываю его до нужного мне диаметра даже немного с лихвой толщина теста должна быть 5 миллиметров не больше затем беру разъемную форму у меня форма диаметром 24 сантиметра и вот так и и вдавливаю прямо в тесто это очень удобно делать если у вас нет формы нужного вам диаметра можно воспользоваться вот этим способом давлю выпекаться тесто в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут выпекаем до золотистой корочки даю тесто полностью остыть и извлекаю его из формы убираю пергаментную бумагу и перекладываю его на блюдо на том на котором будем подавать перед тем как приготовить крем тесто буду смазывать белым шоколадом растопленным на кроволновой печи топила я его короткими импульсами и смазываю оставляю небольшие бортики это нужно чтобы тесто оставалось хрустящим и не мокрым даже после того как мы его покроем кремом приготовления крема нам понадобится желатин маскарпоне сахарная пудра сливки экстракт ванили малиновое пюре и немного воды желатин кладу в небольшое количество воды до размягчения 60 грамм малинового пюре довожу до закипания но не кипячу размягченный желатин добавляю в горячее малиновое пюре и перемешиваю до однородности такой тарт можно готовить с любыми ягодами и фруктами те которые у вас есть или которые вы любите желатин перемешанный с малиновым пюре перекладываю в небольшую емкость и оставляю до полного остывания для крема 200 миллилитров жирных 30 процентной жирности сливок выкладываю в емкость высокими краями добавляю 30 грамм сахарной пудры сначала перемешиваю ложкой и затем взбиваю миксером в течение 3-4 минут сливки добавляю маскарпоне 300 грамм или любой другой сливочный сыр добавляю 2 чайные ложечки экстракта ванили и взбиваю миксером до загустения крем взбит добавляю сюда остывшая малиновое пюре с желатином и хорошо перемешиваю лопаткой не миксером крем готов получился он очень очень вкусный вот я не удержалась попробовала перекладываю крем в кондитерский мешок одну часть крема перекладываю просто в кондитерский мешок а другую часть кондитерский мешок с насадкой также для сборки торта нам понадобится малиновое варенье 100 грамм и немного сахарной пудры малиновое варенье я поставила в микроволновую печь на 30 секунд чтобы она согрелась и процеживаю его для того чтобы все зернышки у нас вот видите зернышки остались они нам не нужны переливаем варенье в кондитерский мешок или в пакетик собираем торт выкладываем большую часть крема на торт оставляем бортики выложить крем можно при помощи обычного целлофанового пакета либо просто ложкой и помогаем ножом чтобы все хорошо выровнять бортики торта я буду украшать с помощью кондитерской насадки это можно сделать с помощью любой насадки которую у вас есть затем убираем тарт в холодильник хотя бы на два часа чтобы крем схватил все готовы настал самый ответственный и любимый мой момент украшение тортика ягодами малиной с внутренней стороны малину обмакиваю сахарную пудру и выкладываю на тарт делаю так по всему кругу поочередно каждую ягодку смакиваю и выкладываю на тарт как я уже говорила этот рецепт я позаимствовала у одного французского шефа повара украшать нужно вот именно таким способом получается очень красиво очень оригинально значит один рядок мы выкладываем ягодок вот таким образом смакиваем сахарной пудрой ягодку нас перевернутая а другой ряд может будем выкладывать наоборот вот так просто выкладываем малину сверху затем опять ряд малины с сахарной пудрой и так поочередно до конца и наполняем перевернутые ягодки малиновым вареньем я рекомендую украшать тарт ягодами непосредственно перед его подачей и наполнять ягоды вареньем осторожно чтобы не нарушить сахарную пудру малиновый тарт приготовленный по этому рецепту получается очень вкусный и аромат за счет того что в крем мы добавляли малиновое пюре и заполняли ягодки малиновым вареньем сейчас я вам отрежу кусочек и покажу какой тарт получился внутри тесто получается очень похоже на песочное не слишком сладкое также как и крем получается очень вкусно такой облегченный летний тортик я бы сказала летний осенний совсем не жирный очень рекомендую вам попробовать этот рецепт на этом я с вами прощаюсь не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал всем желаю приятного аппетита прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами